Ребята, привет! Я Хэлмагвай. И вот недавно мы были в Курске провели мероприятие КМС-Трофе. Потом мы оказались в Пятигорске. Кстати, ролик получился в прекрасные виды, но я думаю, надо все усиливать, поэтому сегодня мы в Северной Осетии. С вами Аслан. С вами приветствую. Наконец-то тебя добрался. Приветствую. Спасибо, что приехал. И сегодня у нас интересный тур. Мы сегодня выехали из Владикавказа. Значит, у нас маршрут будет очень интересный, очень крутой. Мы сегодня проедем, во-первых, по интересным достопримечательствам, о которых знают, наверное, во всей России все. Это, значит, Кармадон, это Фиагдон, это Дегорское ущелье и многое другое. Вы все увидите в будущем. Мы сейчас пробьем сюда дорожку, покажем, как здесь интересно катать. У ребят есть своя техника, поэтому, ребят, если вы не знаете, чем заняться в Владикавказе, если вы понимаете, приезжайте. И обращайтесь к нам, квадроклуб Аланя. И дальше мы вам все объясним, куда, как, и новые цифры. Есть баги, интересные маршруты. И мы погнали. Ну что, мы готовы? Мы готовы? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, Погнали до первой, до первой остановки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видите, где зелень новая, деревья, вот молодые деревья. И скалы и молодые деревья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот до сюда был ледник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, это растаяло, убрали. А так это был ледник. Вот так все унесло. Вот именно где новые деревья, молодые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не знаю, почему суда придумали, но... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В чем сила в прахе? Сила в единстве. Съемочная группа у Бодрова, она работала здесь, они снимали фильм. Кавказский пленник назывался. Должен был называться. То есть это от работы по этому фильму, по съемкам, съемкам этого фильма. Они снимали в этом районе, и в этот день сошел вот тот злосчастный ледник Коукав. Он когда сошел, значит, во-первых, там было село, которое полностью стерто, то есть все люди села исчезли. Но даже не нашли ДНК их. То есть вот настолько все было уничтожено. А группу Бодрова не могли найти. И было предположение, было предположение, что они успели заехать в тоннель. И начали искать в тоннеле. Один из тоннелей, чуть выше, там даже наверху есть место, где пробивали... Ну, как бы... Он поехал вниз. Да. Бурили вниз в тоннель. Да, отверстие, чтобы попасть в этот тоннель. Ну, пробурили все. В итоге там оказалось просто затоплено вода. И здесь ни живых, никого. И шансов там не было. Выживание. Но удар ледника был такой силы. Вот эти скалы, вот сейчас мы стоим, вот если обратите внимание, как они, да, счесаны. Видите, что это неестественно такое. А, как гребенка есть. Да. Нет, то есть плиты, вот как идет этот, это все было. Но они счесаны именно ударом ледника. Ледник это ущелье расширил за счет своей силы. Он ударил такой силы, что его зафиксировали все сейсмостанции всего мира. То есть каждая станция зафиксировала этот удар. Ударная волна, она прошла вокруг света три раза. То есть она обернула три раза. Ну, по чувствительности. Масса, понятно. Масса большая была. Масса огромная была. Масса была там сколько-то миллиардов тонн льда. Льда, грязи, всего, вот это месиво. То есть здесь было затоплено все. Вот если наверх посмотреть сейчас, вот самый край этой скалы, вот по этот край все было во льду. Вот полностью. Сейчас где мы стоим, это вот глубина. Все было затоплено вот так. Так вот забито было. А сколько лет растаяло? Растаяло, кстати, удивительно быстро. Вообще предполагалось, что это будет таять там десятилетие. Но так получилось, что растаяло там буквально за... Лет за восемь-семь все ушло. Ну, в то же время и работы шли по вычищению. И это тоже подлияло на скорость от того, что здесь все ушло, все это. Вот так вот интересно здесь все происходило. Ну, интересно, но, к сожалению, трагично. Многие погибли. Можете наблюдать вот эту вот мемориальную доску. Артисты театра. Вот Сергея Бодрова, конечно, все узнают, понятное дело. А вот справа от него это конный театр Нарт, который участвовал в съемках фильма. Там есть люди, которых я лично знал хорошо, с кем рос. Соседи моего просто со двора. Вот, допустим, Багаев, Заза, мой сосед, парень. Ну, и других ребят знал залочно кого-то, кого-то лично знал. Ну, не знаю, но были. Ну, что, друзья. Ну, также даже их рабочие лошади, это, скажем, даже не просто рабочие, это актеры театра Нарт. Этот театр до сих пор работает, действует. Очень рекомендую, кстати, всем, кто посещает Республику Северную Осетию, сходить. Очень удивительное представление, интересно. Ну, правда, кто-то делает. Молодцы, ребята. Так что, они живы. Пока их похвать. Да, пока мы похвали, конечно. Ну, что, едем дальше. Сила в единстве. Сила в единстве, так и есть. Как слава наш, дорогой Сергей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Покажу ледник, который сошел. Или место, откуда он сошел. Вот такая площадка смотровая. Пожалуйста. Прямо вы видите, это николка. Вот он оттуда сорвался и с сумасшедшей силой... Вот обратите внимание внизу. Вот все, что новое, землю, это все. Да, это все снесло. Это просто растаяло. Понимаешь, ущелье было чуть хуже, оно его прям расширило. Зеленый лес, вот здесь зеленый, это скосило все. Сейчас куда едем? Мы сейчас едем в город мертвых, в Даргавс. У нас есть такое место, такое очень уникальное, очень уникальное. Я думаю, что в мире таких мест, может, даже уже и нет. И вернее, и не было. То есть очень интересное место. Очень интересное. Продолжение следует... 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 вот здесь видишь вот такая струя маленькая ну вон который обтянут водопад есть он 750 метров летит вниз он сезонный называется но самый высокий в европе и россии кто-то воду доставляет для водопада свыше насыпал снега за вода оттуда вся вода кстати как тебе вид отличный вид просто пирог сыром у нас называется валибах пирог со свеклой с листьями свеклы называется сахараджин а вот самый вкусный пирог с мясом это футчин один из самых благородных пирогов хотя у нас все благородные самые он просто самый любимый это долина называется мидаграбинская долина здесь наверное самое большое количество водопадов очень-очень огромное количество водопадов самый известный водопад это зигнал 750 метров его падения считается самым высоким в европе и в россии но сезонным сезонным водопадом а также здесь очень много других водопадов здесь насчитывается если не ошибаюсь если не ошибаюсь больше больше 50 водопадов они маленькие разные они в разных уголках ущельях в лощинах их не всех видно видно бывает всегда зигнал он самый мощный самый красивый интересный ради которого свои люди смотреть на лучше приезжать сезон я я рекомендую всем приезжать сюда в любое время года в любой абсолютно но если вы хотите посмотреть на этот водопад надо приезжать после ну хотя бы 15 мая после мастер праздника будете смотреть наслаждаться здесь есть озеро вот смотрите вот это вот это сейчас сухо да здесь она заполняет когда начинает водопад бить это озеро моментально заполняется родниковой водой чистой ледниковой не родниковой ледниковой я немножко жить просто идеальная вода чистое ты дно видишь здесь купаешься вокруг везде ставят палатку даже вот сегодня вы обратите внимание еще одни сезона уже уже да уже шатры стоят уже люди отдыхают наслаждаются пейзажи видами вот но конечно после там 15 мая но опять же это говорю грубо может бывает раньше опять от сезона зависит сейчас попрохладнее бывает когда когда потеплее хватит он уже идет но сто процентов если хотите угадать сто процентов июнь месяц любой день приезжайте и у нас есть таким просто не просто невероятным видом и не только здесь и не только здесь вообще по всей осетии по всему кавказу вот эти люди они за водопадом ребят переду всем привет нашим дорогим друзьям дорогим нашим братьям которые любят нашу республику которые приезжали в осетию которые будут приезжать по сетью которые хотят приехать по сетью это нашим братьям из самары из оренбурга из сыктывкара и остальных городов и районов мы вас очень любим вы надеюсь помните это место это медаграбинское ущелье это самый высокий водопад европы и россии это вот эта потрясающая поляна где мы вместе были и с самарцами и ребятами с оренбурга и ребятами с сектывкара и всеми остальными многими кайфово отдохнули всем вам огромный привет я с моим дорогим другом миша макуайром всем здоровья и 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 ну вот такая вот у нас сегодня дачка в горах все прикольно добрый вечер и просто космос мы добрались до верхнего феогдона расселились расселись в таком интересном колоритном доме очень колоритно такой работ старенький если верить но с современными удобствами если верить то этому дому уже четыре века думаю что не будем сомневаться в том что он сказал хозяин этого дома который нам любезно предоставил с каким видом для а ведь просто потрясающий на самом деле будем сегодня на спать в тишине выспимся и завтра мы уже поедем в ту сторону это у нас там находится за перевалом нацийское ущелье там у нас находится еще за перевалом игорское ущелье поднимемся также на лавочку так называемое интересное место супер так что все до завтра всем пока